В эфире новости губернии. В студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. В Самаре присвоено почетное звание города трудовой и боевой славы. Торжественные мероприятия в честь 430-летия областного центра прошли на набережной и на площади Куйбышева. Там собралось более 60 тысяч человек. Это рекорд. И по-настоящему осенняя погода не помешала отметить праздник на земле и в небе. Самые яркие моменты в репортаже Виталия Портнова. Большой концерт на набережной. Горожане с самого утра отмечают юбилей областной столицы. Праздник начался у памятника основателю Григорию Засейкину. Город был основан 430 лет назад, как сторожевая крепость. Сегодня это крупный современный мегаполис. В небе над Волгой прыжки десантников и красочное авиашоу. Вертолеты Ми-2 и Ми-8, самолеты Ан-2 и Як-52. Всех жителей региона с юбилейной даты поздравил губернатор. Николай Иванович Меркушкин отметил, что Самара может гордиться своей историей. Именно поэтому ей будет присвоен статус города трудовой и боевой славы. Это единственный город в стране с таким статусом. Это, конечно, огромная радость и благодарность нашим ветеранам. Те, кто ковали орудия победы. Те, которые в послевоенные годы возрождали боевую мощь нашей страны. А мы в послевоенные годы производили мощнейшие самолеты, которые сегодня летают и выполняют важнейшую задачу в интересах нашего государства. Мы освоили космос, и мы стали сегодня столицей освоения космоса в стране. Это тоже вклад самарцев и в укрепление обороноспособности страны. И вот уже в небе взмывает легендарная эскадрилья на реактивных самолетах Л-39, пилотажная группа «Русь» Вяземского учебного авиационного центра. Бочка, хохлама, вентилятор, петля Нестерова, колокол и фонтан. Летчики показали фигуры высшего пилотажа. В небе флаг России! Днем на набережной посмотреть авиашоу собралось более 70 тысяч самарцев и гостей города. Чтобы никто не заскучал, работали тематические площадки. Наша телерадиокомпания разыграла Кубок губерний. Борьба по армрестлингу среди тяжеловесов была по-настоящему жаркой. По итогам состязаний обладателем трофея губернии стала сборная областного центра. Наш телеканал уже на площади Куйбышева на большом экране устроил показ цикла документальных исторических фильмов «Самара в кадре». Проходя мимо этой площадки, увидел фильм телерадиокомпании «Губерния», фильм о Григории Засекине. Очень интересная для меня личность, я сам историк по образованию. И вот уже на главной сцене начали выступать творческие коллективы «Самары», после чего эстафету приняли звезды российской эстрады. Участница Евровидения 2015 Полина Гагарина – народный артист Лев Лещенко. В этом году «Самара» празднует 75-ю годовщину того, как Кубышев стал запасной столицей. По инициативе ветеранов и при поддержке президента России было принято решение присвоить статус города трудовой боевой славы. В связи с этим историческим событием поздравительную телеграмму направил глава государства Владимир Владимирович Путин и премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. От имени депутата в Госдуму с праздником поздравила первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Уверена, новые поколения горожан будут честью продолжать славные традиции своих предшественников на благо родной Самары, Самарской области и всей России. Особую благодарность от всех нас, летчиков-космонавтов, потому что без... Потому что без вашего труда, без вашей помощи, без ваших двигателей, без вашего оборудования вряд ли мы успешно работали в космосе. Спасибо вам большое! Торжественный момент, почетный знак, город трудовой боевой славы, грамоту и наградную ленту принимают глава Самары, председатель Думы и почетные граждане города и области. Подвиги героев вписаны в летопись, а нынешнее поколение продолжает их традиции, отметил губернатор. Я хотел бы каждому из вас вырыть слова огромной благодарности за ваш труд. Нашим ветеранам прежде всего, людям, которые и сегодня куют новые победы. Нашим ракетостроителям, моторостроителям, нашим аграриям, нашим автомобилестроителям. Всем-всем, кто создает сегодняшнюю славу Самарской области. Счастливые лица и хорошее настроение. На площади Куйбышева за последние 20 лет собралось рекордное количество людей, всего более 60 тысяч человек. И каждый уверен в том, что Самара достойна звания города трудовой и боевой славы. По вам впечатлениям, очень здорово, очень красиво. Просто супер, спасибо большое. Самара достойна этого звания? Достойна, очень достойна. Ну и действительно по впечатлениям. У меня лично великолепные эмоции насчет этого праздника. Самара достойна этого звания? Достойна, естественно, достойна. В честь юбилея города и нового статуса под новую песню о Самаре в небе прогремел большой праздничный салют. Виталий Портнов, Ольга Павловская, Мария Акимова, Вячеслав Потоцкий, Александр Каракулько и Сергей Александров. Новости губернии. Празднование дня рождения города продолжается и сегодня. Знамена с наградной лентой «Город трудовой боевой славы» торжественно вручили трём самарским организациям, внёсшим большой вклад в развитие Куйбышева военного и послевоенного. В октябре 41-го в Куйбышев эвакуирован в Государственный Большой театр СССР. За два года его артисты на сцене нашего театра оперы и балета показали 14 постановок. В стенах оперного в марте 42-го впервые исполнена 7-я ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. За большой вклад в развитие Куйбышева военного и послевоенного сегодня коллектив театр получает самарский флаг с символикой «Город трудовой и боевой славы». Внутри волнения, внутри восхищения. Большая благодарность губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину, главе города Самары, Фурсову Олег Борисовичу, всем самарцам. Такие же символы вручают коллективу больницы имени Пирогова и завода «Салют». В зале несколько тысяч человек. Губернатор Самарской области напоминает о значении запасной столицы в годы войны и параде на площади Куйбышева в ноябре 41-го. Многое, по словам главы региона, для обороны страны сделано и в современной Самаре. Новые страницы в историю области и страны вписывают сами люди. Мы можем гордиться и нашими врачами, и учителями, и деятелями культуры. И можем гордиться сотнями, сотнями тысяч наших рядовых тружеников с золотыми руками, которые делали все то и сегодня делают все то, что создает славу нашей стране. О победе, как праздники со слезами на глазах, поет Лев Лещенко, а вместе с ним и весь зал. Победа ковалась не только на фронте, но и, безусловно, в тылу. И Самара, как вторая столица нашего отечества, сделала очень много для нашей великой победы. Мария Шпакова, Вячеслав Потоцкий, новости губернии. День города отмечали в эти выходные и в Чапаевске тоже юбилей. 105 лет – подарок жителям к празднику «Новый ледовый дворец». Старт строительства дал губернатор. Арена будет готова к 2018 году. Местные жители говорят, об этом дне они мечтали давно. Мальчишки принесли хоккейные клюшки, показывая, что они уже готовы выйти на лед. Стоимость дворца составит 350 миллионов рублей. 194 из них направят из областного бюджета. Старт строительства дает губернатор. Глава региона отмечает, если еще несколько лет назад о Чапаевске многие говорили как о мертвом городе, то сейчас ситуация меняется. Открывается новое производство, появляются рабочие места, строится инфраструктура. Как результат, меняется настроение людей. У вас повысилась рождаемость за последние три года, у вас рождаться стало намного больше детей, у вас сократилась смертность, у вас миграционные потоки в два раза увеличились в вашу пользу, то есть уезжающих из города в два раза меньше стало, чем приезжающих. Это уже говорит о том, что Чапаевск начинает понемножку возрождаться. Арена будет готова в 2018 году. Дворец появится рядом с уже действующим спорткомплексом «Луч». Глава региона осмотрел состояние поля. В добрый путь! А это уже школа искусств. Такая редкость даже в крупных городах. Строительство началось в 2014 году. В 2015 объект был уже сдан. Раннее учреждение располагалось в старых зданиях, даже без горячей воды. Сейчас это большие классы, современное оборудование. Для вас очень много дела. Спасибо! Здесь обновили музыкальные инструменты, приобрели новые рояли, 10 акустических и 3 цифровых пианино. Поскольку это инструмент электронный, очень много различных функций. Одну из них, которые с удовольствием пользуются здесь, это функция темпровая. То есть при изучении, например, творчества Моцарта, мы с удовольствием играем сонаты Моцарта, как на клавесине, то есть в родном Моцартовском инструменте. В школе 500 учеников. Занимается и хореографией, и скульптурой, и живописью, музыкой. Лиза Босникова. Она всего только в третьем классе, и ей 9 лет. Но она уже ходит в десятку лучших бойнистов в нашей области. Да? Говорят уже нескольких конкурсов. Все невозможно. Учитель девочки – один из лучших бойнистов области. Его воспитательники постарше – победители международных конкурсов. Школа искусств – не единственный пример преображения Чапаевска. Местные жители говорят, город становится лучше. Как свидетельство этому и масштабное празднование 105-летия. Очень даже меняется. Что? Ну как вам? Чистота и порядок стал. Фонтан сделали красиво. В этом году изумительно. Вот мы в прошлом году не были, но в этом году прям очень хорошо. Что нравится? Все. Приятно. Поют хорошо. Народу много. Нравится праздник? Нравится. Глава региона поздравляет жителей с праздником и обещает, помогать городу областные власти будут и дальше. Мы договорились, что мы стадион, полную реконструкцию проведем стадиона. Чтобы здесь было искусственное, современнейшее искусственное поле с дорожками соответствующими. Кроме этого мы знаем, что вы нуждаетесь в детском садике. Мы сегодня с Дмитрием Викторовичем эту тему еще раз обсудили. И мы на будущий год начнем строить на 240 мест у вас здесь детский садик. Не так много городов, отметил глава региона, с такой богатой историей, как у Чапаевска. Жители внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Распоряжением губернатора город был отмечен почетным знаком. Куйбышев – запасная столица. Мы очень ценим то, что вы помогаете нашему городу. Вы много делаете добра для нашего города. А мы, жители Чапаевска, привыкли за добро платить добро. И я вам обещаю от имени своих земляков, чапаевцев, что вы можете надеяться на нас. Любое трудное и нетрудное время мы вас не подведем. Спасибо вам большое. Ольга Павловская, Андрей Авдеев. Новости губернии. Чапаевск. Много шума из ничего. Так оценили ход нынешней избирательной кампании. Общественники. В ЦИК из нашего региона поступило 123 обращений. И лишь в 10 случаях выявили реальные нарушения. Еще несколько жалоб сейчас находятся на рассмотрении. Новомодная пиар-технология, когда кандидаты, либо наблюдатели начинают забрасывать жалобами избирательной комиссии, правоохранительные органы пишут в Центральную избирательную комиссию. И, кстати, об этом информационном жульничестве говорила и Элла Александровна Подфилова о том, что не надо использовать Центральную избирательную комиссию для сведения счетов, своих амбиций, для продвижения своих интересов в ходе избирательной кампании. Вот этот вот накал страстей, который привносится, с моей точки зрения, не искусственно, он связан с остремлением определенных политических сил использовать федеральную трибуну, и государственную, и негосударственную, и даже международную, для решения своих здесь местных задач, достижения целей. И, к сожалению, целью стал наш руководитель Самарской области. Слава Богу, что нам удается убедить и представителей органов власти, и общественности различных институтов в том, что причины и следствие нужно обязательно рассматривать вместе. Для того, чтобы выборы прошли, цитата, открыто, честно и достойно, на участках будут работать общественные наблюдатели, в том числе международные, а весь процесс будут фиксировать видеокамеры. Это позволит в режиме онлайн связываться с Центрозбиркомом и сравнивать ситуацию с другими регионами. Напомню, у избирателей есть еще пять дней, чтобы ознакомиться с программами кандидатов. В субботу день тишины, а сами выборы пройдут 18 сентября. Самарский национальный исследовательский университет имени Королева посетила первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова пополнила список почетных докторов вуза. А сам вуз получил почетную награду за вклад в историю города и страны. Подробности у Николая Козлова. Свой первый визит в Самарский национальный исследовательский университет первая женщина-космонавт вместе с главой региона начали с возложения цветов к бюсту Сергея Павловича Королева, чье имя носит вуз. На торжественном собрании Валентину Владимировну Терешкову приняли в состав почетных докторов университета. Соответствующий диплом легендарной женщине вручил ректор вуза Евгений Владимирович Шахматов. Бесконечно тронуто получить не только это звание от одного из ведущих аэрокосмических университетов. Очень правильно сказал Николай Иванович. Никто больше нас, волгарей или волжан, не любит не только нашу Волгу, но и нашу страну. Иванович Шахматов отправляется в космос, мы не знали, вернемся, не вернемся, но ради страны мы делали все ради нашего народа, чтобы прославить ее, чтобы показать, что через 16 лет после победы в Великой Отечественной войне первый человек был советский. Он отправился в космос для того, чтобы показать всему миру, что может свободный, мудрый и сильный народ. Да, много проблем. Да, действительно, помогать надо президенту. Потому что, я думаю, каждый из нас помнит, какую страну он примет. И зарплаты не платит. Ветераны Великой Отечественной были грошены, не платили пенсии. Детям пособия не платили. Он собрал эту страну. Это большие усилия потребовались. И я думаю, что от каждого губернатора и от каждого человека, который болеет за страну, любит свою страну, требовались большие усилия, чтобы помогать президенту собирать страну. И решать проблемы. Сейчас и зарплаты выплачиваются, и пенсии получают, и детские пособия, и муцевинский капитал. Получил награду и сам ВУЗ. За особый вклад в историю города и страны ему вручена почетная лента «Город боевой и трудовой славы». Губернатор прикрепил ее на флаг Самары. Знамя передано университету на вечное хранение. Мы вырастили своих и Козловых, Кузнецовых, и многих-многих других, которые сделали то в свое время, которое никто в мире это сделать не смог. Мы будем делать все для того, чтобы наш ВУЗ активно набирал обороты, чтобы он активно вовлекал в свои ряды самых талантливых ребятишек, выпускников. Системе образования власти региона уделяют особое внимание. Самарский национальный исследовательский университет укрепился в топ-15 вузов России и претендует на место в топ-100 вузов мира. А с запуском Гагарин-центра, отметил губернатор, образование в регионе выйдет на качественно новый уровень. Николай Козлов, Сергей Павлов, Новости губернии. В Самаре появилась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова. Она установлена на стене дома 120 по улице Фрунзе, где он родился. На торжественной церемонии побывали почетные гости. Приехала и супруга известного режиссера. Берегись автомобиля, служебный роман, ирония судьбы или с легким паром. Мы знаем в них каждую фразу, но готовы пересматривать из раза в раз. Эльдар Рязанов. 30 ноября исполнится год, как его не стало. Самара, как и вся страна, помнит известного режиссера и своего земляка. Один из таких людей, который всегда рассказывает про наш город, про самарский характер, это Эльдар Рязанов. И я очень доволен, что сегодня роскошным сентябрьским днем открывается мемориальная доска на этом доме. Он жил здесь, в коммунальной квартире, как и полагалось всем самарцам. Уйма квартир, никаких удобств, все во дворе, все это по-самарски. Каким был Эдуард Александрович, сегодня вспоминают те, кому посчастливилось быть знакомым с ним лично. Кинематографисты, журналисты, почетные жители города. На церемонию приехала и супруга Эльдара Рязанова, Эмма Абайдулина. Мы ни одного события не пропускали, без того, чтобы не отметить его, не вспомнить его, не побывать в связи с этим событием в Самаре. И премьеры, и юбилей Эльдар Александровича, и когда им присваивали звание почетного гражданина. Поэтому извините, но еще раз спасибо вам. Спасибо. Решение об установке мемориальной таблички поддержали региональные власти. От идеи до ее воплощения прошло не более полугода. Посвящено человеку, который поистине был великим. И он будет великим во все времена. Настолько был популярен, настолько тонко, настолько, может быть, с высочайшим мастерством он передавал то, что нужно было людям. Гранитная табличка в форме старого телевизора – лишь первый шаг. В течение года при поддержке губернатора в этом доме создадут музей Эльдара Рязанова. Три этажа – о довоенном Хуйбышеве и о творчестве режиссера. Нина Ванина, Алексей Гриднев. Новости губернии. Парк «Дружба народов» появится в Самаре через два года. Это уникальный этнографический комплекс, построят в Волгаре. В него войдут два десятка подворий в национальном стиле. Проект презентовали главы региона в День народов и национальных культур Самарской области. На Осетинской улице готовят узбекский плов и запивают молдавским вином. Здесь говорят, такое возможно только в День дружбы народов. Узбеки, татары, осетины, армяне, украинцы и даже корейцы на двух клочках земли. Можно услышать, кажется, все языки нашей необъятной Родины. Самара – край многонациональный. 157 народностей мирно соседствуют под одной крышей. А скоро у них появится и свой дом. Это будет целый ансамбль из подворий. Наделы равные, по пять соток. Принцип равенства и в домах. Все они площадью 55 квадратов. Зато по стилю и колориту подворья будут уникальны. В каждом предметы быта, одежда, кухня, ремесла. В общем, все, что отражает национальный дух. Это башкирский, это еврейский дом, это дагестанский, это казахский. И, одним словом, будет очень-очень красиво. Она будет центром притяжения всех национальных культурных объединений, и не только, а, я думаю, от всего города, всего жителей. 20 подворий этнокомплекса, пять из которых уже построены, объединит площадь. Тысячи гостей смогут проводить здесь национальные праздники и обряды. А пока эпицентр народных гуляний – аллея дружбы народов. Этот еще молодой праздник непременно станет традицией, заверяет глава региона. Это самая главная основа для того, чтобы мы счастливо жили. И это самая главная основа, чтобы наша страна в итоге была великой. Мы знаем, что сегодня главные проблемы на планете – это взаимодействие народов, это как раз раскол между народами, это те войны, которые в основном начинаются от того, что народы не могут нормально друг с другом жить. У нас этого нет, и еще раз хочу сказать, это наше самое главное богатство. Региональному дому дружбы народов в этом году 15 лет. Все, кто стоял у его истоков, получили награды. Люди говорят, дружба помогала им строить. Моя двоюродная сестра давала их два здесь, на Рюзелянке. Вместе с другими чувашей ворва и другими русскими девушками в бараках пели, плясали свои морозные песни. Это их давала интима. Дружба – это все. Дружба – это мир, это хлеб, это счастье, это никакого различия между национальностями. Дети наши будут счастливы. Дружба – это все. Алена Алешина, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии. Телерадиокомпания «Губерния» победила в окружном этапе всероссийского конкурса «Смиротворец». Церемония награждения прошла также в рамках празднования Дня народов в Экограде-Волгарь. Лучшей в ПФО признана телепрограмма «Дом дружбы» Лилии Валеевой. Теперь она в списке претендентов на победу в федеральном этапе. Результат голосования будет объявлен в ноябре. Радиоверсия программу достоилась третьего места. Всего же в конкурсе участвовали 150 телеканалов, радиостанций и изданий. На суд жюри было представлено более тысячи работ. Каждый человек уникален по-своему, тем более каждая народность, каждая нация, она тоже уникальна по-своему. И нужно это донести до наших телезрителей и радиослушателей. Поначалу было очень сложно, то есть сама мысль соприкоснуться с этой темой. С одной стороны интересно, с другой стороны это очень большая ответственность. Шестой день рождения отметил микрорайон Кошелев проект. Сегодня по официальной статистике там проживают более 60 тысяч человек. Так масштабный день своего микрорайона не празднуют больше нигде в России. Спортивные состязания, конкурс колясок, бесплатные детские аттракционы и концерт звезд российской эстрады. На праздники побывала и наша съемочная группа. Конкурсы, шоу-программы, спортивные состязания. С самого утра до позднего вечера. День микрорайона Кошелев проект собрал 80 тысяч человек. И это еще по скромным подсчетам. Впервые праздник микрорайона здесь прошел в 2012 году. С тех пор отмечать день рождения с таким размахом – традиция. Каждый год действительно здесь происходит что-то интересное. И стараемся посещать наши мероприятия, потому что у нашего микрорайона действительно, наверное, самые яркие мероприятия. Настоящие, да, праздник для людей. Чистые дворы, яркие дома и развитая инфраструктура – все для комфортной жизни. Уже сейчас в микрорайоне работает один из самых больших детских садов на 1050 мест. Мы специально сюда заранее садик заказали, а потом сюда переехали, потому что садик здесь большой, без проблем было. И вообще дома чистые, уютные, соседи теплые, организованные. И вообще весь район классный, все рядом. Шаговой доступности школа – самая большая в России. Она открылась в этом году. Поликлиники, фитнес-центр, детские и спортивные площадки. Но это лишь начало. У застройщиков далеко идущие планы. Сам проект, он будет разноуровневый, очень сильно напоминает мне по своей стилистике, архитектуре будет напоминать Торонто. То есть здесь будут кварталы и малые этажки, и высотки, и ИЖС. Это достаточно большая территория, и весь проект рассчитан на 350 тысяч жителей. Самые высокие здания – 55 этажей, я назову. Вечером у главной сцены собрались практически все жители. Подарки, денежные сертификаты получили победители конкурса на лучшее оформление балкона. А после гостей праздника поздравили звезды российской эстрады, коллектив «Файвста Фэмили» и группа «Серебро». Юлия Сейвер, Сергей Костин, Новости губернии. 136 команд со всей области собрались в воскресенье в Жигулевске. Открытый турнир по стритболу на призы «Газпром» в газораспределении «Самара» собрал школьников и взрослых в шестой раз. А информационным партнером стала радиогуберния. Стритбол или уличный баскетбол – один из самых доступных видов спорта. Три человека в команде, половина стандартного поля и один тайм в 10 минут. Чемпионом может стать любой, независимо от возраста. Это уже четвертый раз мы приезжаем. И каждый год призовые места. В этом году заняли первое место благодаря нашему учителю, тренеру, который нас всегда поддерживал, помогал, научил всему. Открытый турнир по стритболу компания «Газпром» газораспределения «Самара» подарила городу ко дню работника нефтяной и газовой промышленности. Соревнования проходят уже в шестой раз. Радиогуберния выступает информационным партнером. Подобного рода турниры, которые не требуют, может быть, дорогостоящего специального оборудования, они ценны тем, что позволяет путем небольших затрат вовлечь очень большое количество участников. Одна из традиций – мастер-класс. Команда организаторов сыграла с администрацией города. Самое приятное, что турнир все больше и больше расширяет границы. Приезжают команды даже из других областей, приезжают команды со всех практически муниципалитетов. Школьные команды, взрослые команды, ветераны, женские команды появились. Мы рады каждому игроку. Почти 400 человек одновременно играют на семи полях. Турнир собирает сотни зрителей. С каждым годом стритбол в области становится популярнее. Во многих школах уже есть свои команды и внутренние соревнования. Эрина Лопатина, Андрей Костомаха, новости о губернии, Жигулевск. Победители проекта «Свадьба года-2016» распрощались с холостяцкой жизнью. Молодые получили именно то, что хотели. Спортивное, немного экстремальное и яркое торжество. Свадьбу под ключем подарил портал 63.ру. А наша съемочная группа тоже оказалась в числе приглашенных. Буйство красок и никакой банальности. Победители конкурса не скрывают эмоций. Признаются, что именно о такой свадьбе и мечтали. Взялась идея под названием «Мультикалэр», к которой мы пришли общим мнением. Вся подготовка, которая проходила к этой свадьбе, проходила на высшем уровне, скажем так. Достаточно интересная. Ребята подобрали полностью под нас свадьбу. Действительно, она яркая, она спортивная, она в магнетике. И для нас это самое лучшее, что могло быть. Яркие краски не только в интерьере свадьбы, но и в образе невесты. Гостям предложили раскрасить подвенечное платье всеми цветами радуги. Евгения и Ирина приняли участие в проекте портала 63.ру и победили, набрав больше всех голосов. Уникальность этой свадьбы в том, что она была разработана исключительно под пару нашу. И учитывала ее свободный нрав, вот такие вот открытость, спортивность и стремление быть модными, молодежными, фрешовыми. И поэтому она сочетает спортивный шик и лакшери. Проект продолжится и в следующем году. Так что шанс получить свадьбу и мечты под ключ есть у всех, кто собирается под венец. Анастасия Калот, Виктор Соколов, Новости губернии. И на этом пока все новости. Увидимся. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды «Сержанетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова